Юбилей это не только праздник, но и прекрасная возможность подвести итоги проделанной работы. Уже на протяжении 30 лет клуб юных моряков помогает в воспитании у подрастающего поколения патриотизма, выносливости, стойкости и чести. На данный момент клуб насчитывает более 60 воспитанников. Занятия у нас ежедневные, кроме суббота и воскресенья. В последнее время мы часто выезжаем в Центральный музей вооруженных сил, музей на Поклонной горе, то есть по всем местам боевого славы Дмитровского района и Московской области. Преподаватели это наши офицеры, прошедшие службу на кораблях, подводных лодках военно-морского флота, с опытом, достойные офицеры, которые имеют опыт и могут передавать его детям. За время существования клуба юных моряков офицерами военно-морского флота стало более 300 его воспитанников. Многие из них служат до сих пор на флоте. Среди них есть командиры подводной лодки, заместители командиров эскадры соединения надводных кораблей. Такие высокие чины занимают бывшие курсанты клуба юных моряков. Я хочу как раз связать свою жизнь с военной тематикой. Пока точно я не определилась в профессии, но я думаю, пойду куда-то в военное, что-то свяжу с этим. Имя Максима Сафонова было присвоено клубу в 2001 году после трагических событий на подводной лодке «Курск». Максим Сафонов – выпускник данного клуба. В этом году в одном из помещений молодежного центра был открыт музей, где можно узнать об истории клуба, о его достижениях, а также увидеть личные вещи Сафонова. Тетради, водительское удостоверение и многое другое. Я не знаю, почему мне нравится этот клуб. Просто тут интересно. И знания, которые мы тут получаем, очень помогают в школе по разным предметам. По истории, по ОБЖ. Некоторые знания по географии помогают. Мне нравится то, что мы узнаем много очень об истории России. Также мне нравится то, что мы узнаем, как вязать разные узлы. Мне кажется, это очень понадобится в жизни. В клубе юных моряков курсанты занимаются каждый день после школы. Это как дополнительное образование. В программу входят не только теоретические, но и практические занятия. Это вязание узлов, сборка и разборка оружия, медицинская подготовка. В теплое время года для ребят организуют полевые сборы, выезды в лагеря не только на территории района, но и за его пределы. Мы участвуем во всех мероприятиях, районных соревнованиях, казачьих лагеря, спортивные соревнования района и области. Также нас наградил военно-исторический культурный фонд при правительстве Российской Федерации. Мы были награждены за подготовку кадров для военно-морского флота. Участвуем во всех соревнованиях. Часто выезжаем, практически каждую неделю куда-то выезжаем. В течение года, в осенний-весенний период, с осени по весну мы преподаем теоретическую часть. Это узлы, это азбука морза, флажный семафор, история российского флота, история государства российского. То есть все, что связано с военно-морским флотом и историей России. В летние месяцы у нас проводятся практические занятия. Это лагерь обороны спортивный, практика на кораблях проводится, северного флота, балтийского. И вот такие практические занятия, то, что непосредственно можно применить уже на деле. Занятия в клубе проходят в том же режиме, что и в школе. Три урока по 45 минут. Два из них – это теория и практика. Третий урок курсанты и преподаватели посвящают творческой работе. Учат стихи, рисуют газеты, танцуют, играют в шахматы. Я на палубу выйду, и, кажется мне, непрестанно звучат голоса в глубине. И волнуюсь, я каждый из них узнаю. Мы за родину дрались над водным бою. И в подводной атаке мы шли на таран. Эти волны окрасили кровь наших ран. Братья, вспомните нас, замените с тобой тех, кто жизни своей не жалел молодой. Синий луч по волне пробежал и погас. Никогда не забудут товарищи вас. Более подробно о жизни молодежного центра, о курсантах и преподавателях можно будет узнать в программе «Новое поколение», которое выйдет в субботу 19 ноября в 19.20.